Объединенные библейские общества представляют Мир Библии Часть седьмая. Религии древнего Ближнего Востока. Мир народов древнего Ближнего Востока жил под властью сотен богов. К примеру, в Старо-Вавилонском царстве сосуществовало более двух тысяч богов. Каждый управлял каким-нибудь природным явлением, ремеслом, предметом, какой-то разновидностью растений или животных. Существовала сложная иерархия богов. Были боги моря, земли, неба, были боги-покровители ремесел или сельского хозяйства, боги, отвечавшие за движение небесных тел. На известной стеле бавилонского царя Хамурапи мы видим сидящего на троне бога солнца Шамаша, который вручает царю законы. Языки пламени за его плечами говорят о том, что это бог солнца. В древности люди считали богов подобными себе, только более сильными. Боги были бессмертны, но подвержены человеческим страстям. Иногда они были добры и великодушны, иногда коварны, безжалостны и жестоки. Люди верили в сверхъестественные возможности богов. Их непредсказуемость внушала страх. Боги могли в любое время навести бедствие на людей. Богов часто изображали в человеческом облике. Но иногда вместо самих богов изображали их символы. Солнечный диск, лунный диск, звезду. На стеле, посвященной победе одного из ассирийских царей, изображен покоренный противник с веревкой, продетый через нос. А божественные покровители и победители представлены своими символами. Бог солнца – крылатым солнечным диском. Бог луны – полумесяцем. Бог бури – изображен едущим на спине быка. Иногда боги предстают перед нами в человеческом обличье. Иногда их символизируют посвященные им животные. Порой они сочетают в себе черты человека и животного. Большую роль играли женские божества. Символами месопотамской богини Иштор были лев и звезда, поскольку Иштор связывали с Венерой, которая первой появляется на вечернем небосклоне. Символом бога Мардука, покровителя Вавилона, был свирепый дракон Мушхушу. Египетский бог Хор предстает перед нами в виде человека с головой сокола. Ханаанейский бог Эл в виде пожилого мужчины в рогатой короне. Устройство мироздания Представления древних народов Ближнего Востока об окружавшем их мире во многом походили друг на друга. Мифы о богах, появившиеся в одном регионе Древнего Востока, распространялись по соседним регионам. В пантеоны различных народов ходили божества, сходные по своим функциям, хотя имена этих божеств могли меняться от языка к языку. Так большинство культур связывало одного из богов пантеона с Солнцем. Но называли этого бога в разных странах по-разному. Мир в сознании древних делился на три уровня. Земля, небо и подземное царство. Земля была местопребыванием живых. Сотворенная богом или богами, она появилась из-под воды. Люди представляли ее себе, как холм или плоский диск посреди океана. Сверху ее накрывал небесный свод. Небо было царством богов и небесных тел. Солнце, луна, звезды также считались богами. В мире мертвых или в преисподней правили свои божества. Божество Солнца было ответственно за поддержание мира, порядка и правосудия. Люди верили, что Солнце каждый вечер вступает в подземный мир и проводит там всю ночь. Утром оно покидает подземный мир и возобновляет свой путь по небу. В Египте бог Солнца Ра изображался плывущим владье. Его ночное странствие через подземный мир было опасно и полно препятствий. Восход Солнца воспринимался как ежедневная победа сил света над силами тьмы и смерти. Древние египтяне верили в бессмертие. Это подразумевало сложный заупокойный культ – мумификацию тела усопшего. С заупокойным культом фараонов связаны величайшие сооружения древнего Египта – пирамиды. Египтяне считали, что фараон – сын бога Солнца. И после смерти он восходит на небо к своему отцу. Сначала египтяне, по-видимому, считали, что бессмертие – удел одних лишь фараонов. Но постепенно вера в бессмертие демократизовалась. На загробную жизнь мог надеяться даже человек простого звания. В некоторых гробницах мы находим изображение картины посмертного суда, где души взвешивают на весах. Слишком тяжелые души скармливались чудовищем, а оправданные поднимались на небеса. В представлении древних народов Месопотамии, Сирии и Палестины все люди, и хорошие, и плохие, после смерти попадали в подземное царство мертвых. Это представление отражено и во многих местах Ветхого Завета. Шиол, так царство мертвых называется в Ветхом Завете, предстает перед нами как мрачное подземелье, из которого нет выхода. Боги видели все, что делают люди на земле и днем, и ночью. Ничто не укрывалось от их взора, и они вместе решали, что делать с людьми. Древние верили, что, исследуя очертания внутренних органов жертвенных животных, они могут заглянуть в грядущее, понять, что их ждет. По всей Передней Азии гадание по печени было главным способом узнать будущее. При раскопках археологи обнаружили множество глиняных моделей печени для гадания. Многие народы древности поклонялись Богу Луны. Видя, как Луна увеличивается от новолуния до полнолуния, они считали ее символом жизни, роста и плодородия. Верили, что Бог Луны знает тайну обновлений жизни. Каждый месяц Луна исчезает с небосклона на три ночи, а потом возрождается в жизни, вновь появляясь на небе. Для древних евреев, как и для многих других семитских народов, новолуния была праздником. Еврейская Библия, прежде всего, пятикнижая, рисует перед нами картину того, какой должна была бы быть религиозная жизнь древнего Израиля. Строгий монотеизм, поклонение одному лишь Богу Яхве. Однако обличение пророков, исторические книги Библии показывают, что в действительности религиозная жизнь Израиля была далека от библейского идеала. Пророки обвиняют Израиль в поклонении небесному воинству, солнцу, луне и звездам. Говорят о почитании израильтянами умерших предков. Из рассказов Ветхого Завета видно, что наряду с Яхве древние израильтяне поклонялись и другим богам. Археология подтверждает эти рассказы. Ашара В книге «Судия» рассказывается, как ангел Бога приказал Гидеону разрушить жертвенника Ваала, принадлежавший его отцу, и срубить стоявшую рядом с ним Ашару. Речь идет о древе Ашары, дереве или деревянном столбе, посвященном богине Ашаре. Из Ветхого Завета видно, что такие Ашары часто устанавливали рядом с жертвенником какого-нибудь мужского божества, иногда даже рядом с жертвенником Яхве, бога Израиля. Вплоть до времен царя Иосии Ашара стояла и в Иерусалимском храме. Согласно угорицким мифам, Ашара была супругой Эла, хананейского верховного бога. В самом центре Иудеи, в месте под названием Хербет-Эль-Ком, была найдена надпись восьмого столетия до н.э., содержащая имя Ашара. Надпись гласит, «Пусть Яхве благословит Урияху, спасая его от врагов благодаря своей Ашаре». Многие ученые убеждены, что некоторые израильтяне того времени считали Ашару супруга Яхве. Этому есть доказательства? Это надписи, другие, лишь свидетельства того, что израильтяне в тот период поклонялись различным богам и богиням, в том числе и Валу и Ашаре. Но то же самое говорит и Библия. Пророки осуждают израильский народ именно за это. Да, но о значении Ашары в религиозной жизни Израиля говорят и находки на Северном Синае, в Кунтилет-Аджуде. Там был караван-сарай. Да, на перекрестке путей к Газе и Эйлату путешественники останавливались для отдыха. Похоже, там существовал культовый центр, где путешественники молились и приносили жертвы своим богам. Там тоже археологи нашли надписи? Да, были обнаружены надписи с именами Яхвы, Ашары, Вала, Эл, а также изображение женской фигуры, которое можно интерпретировать как изображение Ашары. Да, но далеко не все согласны, что слова «шара» здесь относятся непосредственно к богине. Да, существует вероятность того, что речь идет, как в Библии, о символическом изображении Ашары. Так или иначе, но почитание Ашары играло важную роль в жизни древнего Израиля. Ваал Израильский царь Ахав построил в Самарии столицу Северного царства храм Ваала, а его жена финикиянка Иезавель активно содействовала распространению культа Ваала. Вероятно, и Изавель поклонялась финикийскому Ваалу, покровителю Тира. Иногда библейский текст говорит о Ваалах, во множественном числе, создавая впечатление, что было много богов с таким именем. Собственно говоря, Ваал это не имя, а почтительное прозвище Владыка. Так именовали бога грозы, известного у разных народов в Передней Азии под именами Ишкура, Адада, Тешуба или Тархунта. В его облике сочетались жестокость и доброта. Буря и гроза вселяли ужас, но плодородные дожди несли жизнь. Изображался Ваал в виде вооруженного воина. Его символом был бык. Здесь, в Хацоре, был обнаружен хананийский храм бога грозы Ваала. Почему вы считаете, что он был посвящен именно богу грозы? Обнаружена базальтовая стела с эмблемой бога. Четыре луча в круге. Какие еще есть свидетельства? Было найдено изображение быка, которое также символизирует бога грозы. Мифы о Ваале известны нам прежде всего по угорицким текстам. В них Ваал описывается как победитель Мота, бога смерти, и Яма, бога море. В битве с Мотом Ваал умирает, но потом возвращается к жизни. Ваал предстает перед нами как молодой бог. Он как бы вытесняет на второй план верховного бога хананийского пантеона, которого зовут Эл. Верования в умирающего и затем воскресающего бога были широко распространены на древнем Ближнем Востоке. Считают, что в них, например, в рассказе о поединке Ваала с Мотом отражено умирание природы зимой и ее весеннее возвращение к жизни. В Ханане представители разных народов. Культ его дожил до греко-римских времен. В отличие от Ваала, Яхве, бог-покровитель Израиля, предстает перед нами в Исходе прежде всего как бог гор и пустыни. В книгах царства враги израильтян говорят про него, что он бог гор, а не равнин. С тех самых пор, как племена израильтян осели в Ханаане, культ Ваала соперничал среди них с культом Яхве. Противостояние Яхве и Ваала отражено и в Библии. Нередко в Ветхом Завете о Яхве говорится так же, как в древнем Ханаане говорили о Ваале, но Библия подчеркивает неизобразимость, надмирность Яхве. Книги царств рассказывают нам о религиозных преобразованиях иудейского царя Иосии. Важнейшие изменения в религиозной практике жителей Иудеи, которые Библия связывает с его именем, это уничтожение культовых изображений в Иерусалимском храме, ликвидация местных святилищ, бомот, и запрет принесения детей в жертву. Среди культовых изображений, которые Иосии велел вынести из храма и сжечь, были древа Ашеры, колесницы и кони, посвященные Солнцу. Древние представляли себе Бога Солнца как возничего, который объезжает небо на колеснице. Возможно, что до Иосии древние израильтяне приписывали Яхве отдельные черты Солнечного Бога. Около каждого израильского города и деревни было святилище, которое по-древнееврейски называется Бома. Это мог быть просто жертвенник или небольшой храм, или целый храмовый комплекс с жертвенниками, бассейнами для ритуальных омовений, богатой храмовой утварью. Иосия приказал разрушить эти святилища и тем самым сделал Иерусалим единственным местом поклонения Яхве. В святилищах народов древнего мира находились изображения божества. Перед ними воздвигали жертвенники. При раскопках в Элами археологи нашли бронзовую модель святилища, датированную XII веком до нашей эры. Также, по-видимому, выглядели святилища и в Палестине, например, здесь, в Хацоре. Перед вами святилища в Израильской крепости Арат. Здесь мы видим жертвенники и в глубине святилища священные камни Моцевод. Такие камни в Палестине символизировали богов или, возможно, предков. Культ предков был распространен по всему древнему Ближнему Востоку. Уничтожая местные святилища, Иосия искоренял древнейшие религиозные обычаи и утверждал Единобожие. Поклонение одному лишь Богу Яхве в одном лишь месте Иерусалиме. Здесь, в долине Хином, вблизи Иерусалима, Иосия разрушил святилище, где жители Иерусалима приносили в жертвы детей. Такие жертвоприношения практиковали также соседние народы, финикийцы и муавитяне. Детей переносили в жертву в особо тяжелых ситуациях, таких как осада города или сильная засуха. Библия говорит, что иудейский царь Моносия провел своего сына через огонь. Эти слова по-видимому означают, что он принес его в жертву. При упоминании о жертвоприношении детей в Ветхом Завете неоднократно встречается слово молох. Возможно, это имя божества подземного мира, возможно, просто термин, обозначающий данный вид жертвоприношения. Говорится в книгах царства о том, что Иосия разрушил построенный еще Соломоном храм Астарты. Астарта, особо почитавшаяся в Сидоне, была богиней войны, любви и плодородия. Женские божества были очень популярны на древнем Ближнем Востоке. В разных странах они носили разные имена. Инана, Иштор, Ишхара, Астарта, Шара, Анна, Шаушка и Хипат. Во многих домах в Израиле были статуэтки богини-матери. Женщины верили, по-видимому, что она избавит их от бесплодия и облегчит роды. Пророк Иеремии осуждает женщин Иерусалима за то, что они пекут жертвенный хлеб владычицы неба. Статуэтки, изображающие богиню, найдены и в Иерусалиме, и в других городах Палестины. Уменьшенные модели храма, сделанные из глины, служили домашними алтарями. Хотя место пребывания богов было небо, недоступное людям, люди строили для них дома на земле. Они старались сделать все возможное, чтобы обеспечить присутствие богов на земле в непосредственной близости от себя, так, чтобы всегда иметь возможность обратиться к ним. Храм должен был быть большим и роскошным, чтобы боги были довольны спокойны и, как следствие, благоволили к людям. Храмы были настоящими сокровищницами. Для их украшений использовали драгоценные камни, золото и серебро. Строительство храмов заставляло царей активно заниматься торговлей и вести войны. В храмах о богах заботились, их одевали, кормили, мыли, развлекали танцами и музыкой и восхваляли в молитвах. Кроме статуи главного бога, которому был посвящен храм, в нем могли находиться статуи других богов и людей. Самые известные храмы Месопотамии, зеккураты, имели форму ступенчатой пирамиды. Они были подобны лестнице в небо. Верхнюю платформу, возможно, использовали для астрологических наблюдений. Наряду с зеккуратами в Месопотамии строили обычные храмы, одноэтажные или двухэтажные. В Сирии и Палестине строились только такие храмы, зеккуратов там не было. Храмовый комплекс был огорожен и состоял из одного или нескольких дворов с жертвенниками и бассейнами для ритуальных омовений. В здании храма было несколько комнат, в главной из которых находилась статуя Бога. Перед ней стояли курильницы для благовоний, столы для приношения пищи и питья. В Египте мы находим также погребальные храмы, расположенные рядом с могилами фараонов и важных сановников. Здесь совершались ритуалы, связанные с загробной жизнью усопшего. Закладка фундамента храма была делом особой важности. В Месопотамии царь, как представитель Бога на земле, должен был закрепить угловой камень фундамента специальным колышком. И на камне, и на колышке делали надписи, содержащие молитвы, благословения и проклятия. Царь нуждался в покровительстве и помощи богов. Без их вмешательства он не мог преуспеть ни в каком начинании. Здесь, в Израильском музее, есть стелла сирийского царя Тегладпаласара Третьего, того самого, которому Менахем, царь Израиля, был вынужден выплатить огромную дань. Тегладпаласар делает особый ритуальный жест, он обращается к богу за помощью. Над головой царя символы покровительствующих ему богов. Во дворцах ассирийских царей, например, в Кальху, найдено много изображений крылатых животных. Вход во дворец охраняли две огромные статуи крылатых быков. Народы древнего Ближнего Востока верили в существование особых крылатых созданий, которые не были ни богами, ни людьми, ни животными, а чем-то отличным и от тех, и от других, и от третьих. Среди них были и дружественные, и враждебные. На рельефах ассирийских дворцов мы неоднократно встречаем изображение крылатого демона, человеческую фигуру с рогами на голове. Иногда эта фигура стоит рядом с деревом, возможно, имеется в виду дерево жизни. Эти демоны-хранители давали царю долголетие и укрепляли благосостояние его страны. У каждой двери во дворцах персидских царей также было изображено сверхъестественное существо, чудовище или дикое животное. Они должны были защищать царя. На сирийском рельефе показано, как доставляют кедровые бревна из Ливана в Ниневию. Рядом изображены уже знакомые нам крылатые существа. Херувимов и Серафимов мы встречаем и в Библии. Они воины или слуги Бога Израиля. Дерево жизни в Эдемском саду охраняли два Херувима. Два Херувима были изображены на крышке Ковчега Завета. Пророку Исаии в видении явился Господь в окружении шестикрылых Серафимов. У существ, описанных в первой главе книги Иезекиле, было по четыре крыла. В Библии трон является символом власти и могущества. Его необходимо поддерживать и защищать. Поэтому часто рядом с троном можно увидеть изображение львов. Трон царя Соломона, согласно книгам Паралипоменон, охраняли изваяние четырнадцати львов. Трон персидских царей поддерживают представители разных народов империи. Египтяне считали, что умерший фараон переносится в царство богов. Впрочем, по их представлениям фараон и при жизни уже был богом. А в загробное бытие верили и другие народы. Четырнадцатая глава книги Исаии описывает участь царя Вавилона. Вот и пал ты с небес, ты, рассветная звезда, сын зари, разбился ты о землю, победитель народов. Ты думал, взойду на небо всевышнему уподоблюсь, но ты низвергнут в шоол в могильную яму. В Библии помимо израильских святилищ упоминаются храмы соседних народов, храм Дагона, храма Старты, что нам известно об этих храмах. Многое. Археологи раскопали немало древних храмов на территории Израиля. Например, в Талькасиле, недалеко от побережья, был обнаружен филистимский храм, а здесь, в Хацоре, были найдены два еще более древних ханаанийских храма. Перед нами один из них? Да. Возможно, он посвящен Богу Луны Сину. На основании чего можно прийти к такому выводу? В задней части комнаты было найдено множество мацевод, священных камней. Да, и на одном из этих камней, а также на статуе человека, можно различить символы Бога Луны. Что известно о предназначении этих камней, они могли символизировать богов или, например, умерших царей Хацора. А статуя? Возможно, это была статуя жреца? В крепости израильского города Арада археологи обнаружили храмовый комплекс с жертвенником, за которым располагался вход в святой святых храма. По обеим сторонам от входа стояли алтари для сжигания благовоний, а внутри два священных камня, мацевод. Сейчас на месте раскопок установлены копии алтарей и мацевод, а подлинники хранятся в Израильском музее. Скорее всего, этот храм был посвящен Яхве. В таком случае больший по размеру камень, вероятно, символизировал Яхве, а меньший мог олицетворять, например, женское божество. Жертвоприношение. В древнем Израиле люди регулярно приносили в жертву животных. Самым распространенным было пиршественное жертвоприношение, которое по-еврейски называлось Зевах, после него устраивалась ритуальная трапеза. Порой это жертвоприношение приобретало вид ежемесячного семейного ритуала, который совершал глава семейства. Елканат от Самуила ежегодно совершал такое жертвоприношение в святилище в Шило, пиршественное жертвоприношение совершали древние евреи во время праздника Новолуния. Для особых случаев были специальные жертвы. Жертва благодарения, например, приносилась, чтобы отпраздновать исцеление от болезни или рождение ребенка. В случае жертвы всесожжения, по древней еврейски Ола, животное полностью сжигалось на жертвеннике. Однако в случае пиршественного жертвоприношения Зевах, мясо животного съедалось участниками пира, а часть животного посвящалась Богу и сжигалась на алтаре. Если жертвоприношение совершалось в святилище, определенную часть мяса нужно было отдать священникам. Книга Левит подробно описывает порядок жертвоприношений. Эта часть книги Левита входит в состав так называемого Жреческого кодекса. Вероятно, она отражала практику жертвоприношений в Древнем Израиле. Как же совершались жертвоприношения в Иерусалимском храме? Прежде всего, как предписывает текст, жертвенное животное должно было быть без телесных изъянов. Жрец также должен быть ритуально чист. Приносящий жертву должен был возложить руки на голову животного, прежде чем его убить. Значение этого ритуала никогда не объясняется в Библии. Некоторые ученые предполагают, что таким образом приносящий жертву отождествлял себя с жертвенным животным. Кровь животного собирали в специальный сосуд, и священник выливал ее на жертвенник. Затем животное разделывали и части туш сжигали на жертвеннике. Аромат этого приношения считался приятным для Бога. На жертвеннике сжигали жир с внутренностей. Обе почки с жиром вокруг них и так называемый отросток печени. Жертва приношения сопровождалась общей трапезой, на которой семья съедала все мясо, кроме правого бедра животного и его груди. Эти части жертвенного животного считались предназначенными специально для жрецов. В более древние времена правое бедро предназначалось главе семейства или почетному гостю, когда Саул искал потерянных ослиц своего отца, он встретил пророка Самуила где-то здесь в окрестностях храма. Самуил, благословив жертвоприношение, дал Саулу во время праздничного обеда правое бедро жертвенного животного, чтобы почтить его как грядущего правителя Израиля. Позднее, когда жрецам оставляли в дар грудь животного, они совершали специальный обряд вознесения ее перед Богом. В книге Левит также упоминаются приношения хлеба и оливкового масла, которые совершались вместе с пиршественной жертвой. Хлеб отдавали жрецам, но он считался принесенным в жертву Богу. Строительство Скинии В книге Исход Бог велит израильтянам построить передвижное святилище Скинию и дает подробное описание того, как это сделать. По древнееврейски Скиния называется Мешкан, буквально место пребывания, обитель Бога. Израильтяне должны были носить Скинию с собой во время пути через пустыню. Когда они вошли в землю Ханаана, то, сказано в книге Иисуса Новина, Скинию установили в городе Шило. Археологи действительно обнаружили в Шило израильское святилище, но нет никаких подтверждений того, что в нем стояла Скиния. Ученые спорят, можно ли считать историческим описание Скинии в книге Исход. Многие считают, что это просто образ идеального святилища, каким оно рисовалось автором Библии. Но в любом случае и переводчику Священного Писания, и рядовому читателю хочется представить себе сооружение, о котором идет речь. Многие пытались сделать модели Скинии в уменьшенном масштабе или один к одному. Две такие модели построенные в масштабе один к одному можно сегодня увидеть в Израиле. Мы сняли их, чтобы в общих чертах показать, как могла выглядеть Скиния. Внешняя ограда Скинии состояла из полотна, которая крепилась на столбах. Она окружала двор Скинии. С восточной стороны был вход. Посредине двора стояла сама Скиния, место пребывания Бога. Скиния представляла собой палатку, натянутую на каркас. Каркас был сделан из нескольких рам, соединенных вместе. Я использую уменьшенную модель, поэтому, чтобы представить себе действительные размеры каркаса, нужно увеличить все размеры и высоту, и длину, и ширину в три раза. Рамы, из которых состоял каркас, изготавливались из акации. Каждая рама делалась из двух стояков, соединенных поперечными перекладинами. Нижние концы стояков упирались в массивные серебряные опоры. Рамы стояли вплотную друг к другу, образуя стену. Чтобы добавить устойчивости всей конструкции к рамам, были прикреплены кольца, через которые продевались дополнительные перекладины. Так были устроены три стены. Четвертая, восточная сторона, скиния, служила входом и была закрыта пологом, подвешенным на столбах. Каркас был покрыт четырьмя покровами из материи кожи. Внутренний покров был соткан из льна и шерсти. На нем были вытканы херувимы. Средняя часть покровов образовывала потолок, а боковые части свисали вниз по стенам. Изнутри, скинии, можно было увидеть вытканных на внутреннем покрове херувимов. Поверх лежало еще три покрова. Один из шерсти и два из кожи. Они должны были защищать от непогоды внутреннее убранство скинии. Крыша скинии была не покатой, а плоской. Многие части скинии были сделаны из древесины акации. Это единственное дерево, которое в достаточном количестве произрастает в районе Синая. Внутреннее помещение скинии называлось светильщем. Оно делилось занавесом на две части. Большую, прилегающую ко входу, и меньшую в дальние от входа части скинии. Эта меньшая часть называлась святыня-святынь. Здесь стоял ковчег завета. Святыня-святынь имела форму куба с длиной ребра десять локтей. Ковчег завета представлял собой прямоугольный ящик два с половиной локтя длиной, полтора шириной и полтора высотой. Он был сделан из дерева акации и покрыт золотом. Снаружи его украшала золотая кайма. По углам были расположены четыре ножки, к каждой из которых прикреплялось золотое кольцо. В эти кольца вставлялись два шеста, сделанных из акации и тоже покрытых золотом. Такая конструкция позволяла поднимать и переносить ковчег, не прикасаясь к нему. Таким же образом переносили и большой жертвенник, и малый, предназначенный для сжигания благовония. Крышка ковчега названа в греческом переводе Библии «местом умилостивления». Два херувима, отчеканенных из золота, стояли по краям крышки и, простирая над ковчегом свои крылья, обозначали место, где невидимо пребывает Бог. В древности жертвенники строили под открытым небом. В качестве материала использовали большие камни, складывая из них возвышения. Согласно законам пятикнижей, камни для жертвенника обязательно должны были быть неотесанными. По четырем верхним углам алтаря были выступы, напоминающие по форме рога быка. Рог на древнем Ближнем Востоке был знаком близости к божественной сфере, хотя, возможно, что в данном случае рога просто указывали на то, что здесь приносят в жертву животных. Жертвенник скиний должен был быть сделан из акации и покрыт медью. Он имел пять локтей в длину, пять в ширину и три в высоту. Жертвенник был полом. Внутри него находилась медная решетка, предназначенная, вероятно, для того, чтобы не дать горящим углям упасть на землю. Жертвенник для воскорения благовоний был меньше по размерам. Это был столик, сделанный из дерева и покрытый чеканным золотом. Он стоял в святилище перед завесой, за которой находилась святыня-святынь. Возможно, благовония сжигались не прямо на жертвеннике, а в небольших металлических чашах с ручками. В них клали угли и немного благовония, которые при горении источали приятный запах. Перед тем, как приступить к жертвоприношению, Жрецы омывали руки и ноги в огромном медном чане, наполненном водой. Изнутри скинью освещал золотой семисвечник, минора. Он имел вид дерева. На его вершине и на шести боковых ветвях располагались семь масляных ламп. Кроме этого, в святилище стоял деревянный стол, покрытый золотом. На нем лежал хлеб и стояли золотые сосуды для возлияний. Для жертвоприношений жрецы пользовались медными приспособлениями. С их помощью они собирали кровь животного, поправляли сжигаемую на алтаре жертву, переносили горящие угли и чистили жертвенник. Для возлияния, то есть для принесения в жертву вина, использовали золотые сосуды и чаши. Одежда первосвященника состояла из восьми предметов. Сначала он надевал короткие льняные штаны. Затем длинную рубаху, которая достигала почти до пят. И подвязывал ее длинным разноцветным поясом из четырех видов нитей. Поверх всего этого он через голову надевал длинную ризу из голубой пряжи. По нижнему краю ризы чередовались золотые колокольчики и сделанные из ниток шарики в виде плодов граната. Следующим надевался Эфот, тканный с золотом передник со своим поясом и наплечниками. Между наплечниками и верхним краем Эфота первосвященник носил нагрудник. Это был сложенный вдвое кусок шитой золотом ткани. Внутри него, как в кармане, лежали священные жребии – урим и тумим. Нагрудник украшали двенадцать драгоценных камней в золотых оправах, на каждом из которых было вырезано имя одного из израильских племен. На голове первосвященник носил тюрбан из особой ткани. Золотая табличка, привязанная шнурком поверх тюрбана, гласила «Святыня Господня». На русский язык фильм озвучен на студии «Нота» по заказу российского библейского общества в 2005 году. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok